Продолжение следует... Так что буду говорить то, что у меня на сердце, то, к чему пришел, то, что услышал, вот в воскресенье говорили о церкви, онлайн включил одной церкви, другой, куда дети мои пошли, и там на ту же самую тему, и те же местописания звучат, о церкви, церковь. Хочу вам сказать то, что греет мое сердце, то, что меня утешает, успокаивает. Мы читаем Евангелие Танна, 15 глава. Помните, там написано такое слово. Иисус говорит, «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы боли принесла плода». Вы уже очищены через слово, которое Я проповедовал вам. Вот я хочу, чтобы вы обратили внимание на слово «во Христе». «Прибудьте во Мне». Какой-то важный момент. «Прибудьте во Мне». «Прибудьте во Мне», 4 стих. «И Я в вас, как ветви, не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне». 6 стих. «Кто не прибудет во Мне, извернется вон, как ветвь, и засохнет». А такие ветви собирают, и бросают в огонь, и они сгорают. «Если прибудете во Мне, и слова Мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Вопрос жизни и смерти. «Прибывать в Нем». Вот вопрос жизни и смерти. «Если прибудете во Мне, то будет плод. Если не прибудете во Мне, как ветвь, ее отсекают, бросают в огонь, она сгорает». В Писании написано, Иоанн пишет. «Прибывайте в Нем, дабы, когда Он явится, иметь вам дерзновение, и не постыдиться в пришествии Его». Вот смысл, цель, братья и сестры. Вот хочу, чтобы оно не просто прозвучало для вас, как обычно, вот какие-то слова. Но вот настолько, чтобы это важно, в сердце что-то Бог проговорил. «Прибыть в Нем», «Прибывать в Нем». Мы читаем послание Иоанна, буквально там два листочка. Посмотрите, сколько раз сказано «Прибыть в Нем», «Прибыть в Нем». Я зачитаю эти места, просто навскидку я читаю. Вот те места, которые говорят «Прибывать в Нем». «Кто говорит в Нем» из 2 главы 6 стих. «Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал». То есть Иисус. 24 стих. «Итак, вы слышали от начала то, и да пребывает в вас. Что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас. Если пребудет в вас, если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце». Итак, дети, пребывайте в нем, 28 стих, дабы когда он явится, иметь вам дерзновение и не постыдиться в пришествии его. 6 стих, 3 глава. Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел его и не познал его. И кто сохраняет заповеди его, тот пребывает в нем. Смотрите, пребывает, пребывает. Буквально два листочка, как часто повторяется слово. И кто сохраняет заповеди его, тот пребывает в нем, и он в том. А что он пребывает в нас, узнаем под духу, который он дал нам. Что мы пребываем в нем, и он в нас. Узнаем из того, что он дал нам от духа своего. 13 стих, 4 главы. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. И смотрите, раз за разом повторяется это место. Пребывать в нем, быть в нем. Если не будете в нем, не встретите его, постыдитесь. Быть в нем. То есть пребывать в нем, оставаться в нем. И у нас возникает вопрос, братья и сестры. Где точка отчета? Где точка отчета, где я могу оттолкнуться и точно понимать, что я, Господи, я в Тебе. Быть в нем. То есть это быть в нем. Как в комнате, в нем. Вообще все Евангелие, оно сплошь и рядом написано только тем, кто во Христе. Все обетования во Христе, в нем. На небесах посажены в нем, во Христе. В нем. Пребывать в нем, дабы когда он явится, не постоится. В нем. Вот это слово в нем, во Христе. Кто во Христе? Тут новое творение. То есть вопрос. Где, Господи, где моя точка отчета? Вот то, где я возьму верою, двинусь и буду понимать, что я во Христе, я в нем, я в Тебе. Вот этот момент. Мы читаем, читаем Ветхий Завет, я сегодня раскрыл пророки Иона, где Бог всегда хотел покаяния от людей, всегда желал. Бог жаждал покаяния от народа своего, когда посылал пророков, когда они говорили, обличали народ, когда они именем Господа говорили. Бог ждал покаяния. Вот одно, чего ждал Бог, это покаяние. Вы помните таких нечестивых царей? Когда они поступали и развращали не только себя, но и людей, которые, царство, которое за ними стояло. То есть они великое зло приносили. Но когда они каялись, вот в сокрушении Манасия, когда они каялись, то Бог прощал таких людей, возвращал на царство. То есть у Бога всегда жажда покаяния. Я читаю за пророка Иону. То есть это были враги, куда Бог послал проповедовать о Неневе. И он пошел, проповедовал, и там Писание говорит, что люди услышали, одели вретище, царь услышал, снял с себя одежды, тоже оделся во вретище, сел на пепел, повелел не поить скот, не кормить, и вопиять Богу. Может, Бог помилует? У людей было покаяние, и Бог помиловал. То есть покаяние, оно решает огромный момент, огромный вопрос – покаяние. То есть Бог всегда ждет покаяние. Оно должно быть выражено в словах, в делах человека. Но был такой момент, очень серьезный, когда покаяние людям, оно не засчитывалось. Это во дни Иоанна Крестителя. Какой смысл это тогда несло? Когда люди каялись, но им не зачитывалось покаяние, они должны были сделать нечто, какой-то шаг в веры. Они должны были что-то совершить. И тогда это зачитывалось, как покаяние. Это было крещение. То есть они должны были креститься крещением. Крещение – это смысл погружения. То есть человек погружается. Погружение. Крещение – это погружение. То есть эти люди, они шли к Иоанну, и они должны не просто покаяние, они должны были верою погрузиться вот в это покаяние. Погрузиться в крещение покаяния. То есть это должно было быть сделано где-то всенародно. И фарисеи, они не крестились. Они отвергли о себе, Писание говорит, волю Божью. То есть это была не просто выдумка Иоанна Крестителя. Это была конкретно воля Бога, чтобы люди крестились в покаянии. Тогда оно им зачитывалось. Фарисеи отвергли волю Божью. Они же их потом Господа и распили. То есть наступил такой момент серьезный. Важнейший момент. Тогда, когда что-то Бог желал показать людям, что это такое. Вот как это все выглядит. Крещение. Момент крещения. Писание нам говорит, братья и сестры. Что все мы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. То есть когда люди крестятся, не просто в Завет или еще куда-то, но когда мы крестимся верою, братья и сестры. Когда я просто не в воду, не исполняю какой-то обряд или еще что-то. Но когда я верою понимаю, Господи, вот сейчас я сделаю акт веры. Я буду креститься, то есть погружаться во Христа, в Тебя. То есть и в этот момент что-то происходит. Когда мы Господа призвали и покаялись перед Ним, мы верою исповедовали. Библия говорит, что если мы будем сердцем веровать, то это к праведности. А устами человек исповедует, ко спасению. То есть если я верю в сердце, что есть Иисус, Спаситель, что Он прощает грехи людей, но если я устами не скажу, то в духовном невидимом мире ничего не произойдет. Потому что в Слове человека есть творчество. Бог творил миры Словом Своим, моего образа и подобия. Но когда человек произносит Слово покаяния перед Богом, Господи, прости, это может быть шепотом вы скажете или еще что-то, но вы скажете Слово. Сердцем верует к праведности, устами исповедует, ко спасению. То в этот момент Дух Святой использует покаянное сердце человека и слова, которые произносит человек, и возрождает его Духом Святым. Когда человек совершает другой акт веры, когда человек крестится во Христа верою. Библия говорит, все во Христа крестившиеся, во Христа облеклись, я повторяюсь. Вот этот важнейший момент, когда я понимаю, что Господи, я буду во Христе, то есть тогда, когда я верою оказываюсь в Нем, и в этот момент, знаете, мое понимание, я верю, что Бог также использует мою веру, кто будет веровать и креститься, кто будет веровать, принимает крещение, то Бог использует, и в этот момент происходит, ну, видимо, в мире. Вот что-то важнейший момент происходит. Вы знаете, я за свои годы служения, более 25 лет, я крестил множество людей, сотни людей я крестил. Я крестил и в проруби, и в реке, и в море, и умирающих, и в бассейнах, и в саунах, и в тюрьмах крестил, и много людей крестил, в Кубани. Что я заметил? Я увидел, как вот этому акту противится невидимый духовный мир. Вот что угодно сделать, но чтобы только человек не крестился во Христа, чтобы он не был в Нем, чтобы человек этого не сделал. Или в детстве покрестили, его крестили, что я уже крещеный, в детстве там окунули, покрапили на него или еще как-то. Другие моменты. Я на неделе две назад, у меня один брат здесь, подвозил с одного вечернего общения, небольшая там домашняя группа собралась, и он говорит, мой отец отсидел за Христа 23 года в Советском Союзе. Три срока. Один при Хрущеве, один при Сталине ему дали, и при Брежневе. Ну, приходили амнистии, какие-то помилования, но 15 лет ему дали за то, что крестил людей при Хрущеве. 15 лет за то, что крестил человека. Я читал книгу одного человека, миссионер в Средней Азии. Он говорит, трудно проповедовать людям, которые исповедуют ислам. Очень трудно. Но есть такие люди, которые принимают Христа, которые каются. И тогда к ним род, они очень крепкие, родовые у них такие связи, то тогда его могут лишить наследства, его могут выгнать из дому, к нему могут применить какие-то, знаете, какие-то жесткие меры. Но он говорит, но если вы идете по улице и видите, что валяется мертвый человек, и к нему никто не подходит, то знайте, что этот человек принял крещение во Христа. Я в Елизаветинской церкви, вот сидят представители нашей Елизаветки, помните, братья? Мы приезжаем на Кубань, крещение один раз в год. Идем к председателю сельсовета, просим, чтобы разрешили преподать крещение. Мы рано-рано, в 9 часов в собрание, то есть до 9 нужно поехать на Кубань, покрестить людей, переодеться, чтобы выслужиться и быть на собрании. Рано утром. Мы приезжаем, там весь сельсовет уже стоит, все. Там милиция стоит, администрация. Что им там нужно? Какие-то баптисты приедут, там человек окунут в воду и все. Почему? Почему такое движение происходит? Почему так противится невидимый этот духовный мир, этому акту? Потому что в этом, как в моем слове, когда звучит у меня слово, когда я обращаюсь к Богу, Бог возрождает меня Духом Святым, то вот этот момент, когда я говорю, когда я совершаю вот этот акт, когда я верую, погружаюсь во Христа, то в этот момент происходит великое что-то, братья и сестры. Поэтому Иисус говорит, идите, научите все народы, чтобы они покаялись, и крестите. Поэтому вот этот момент, то есть я верою, я оказался во Христе, и все, что связано со Христом, я в Нем, это мое. Я и санаследник во Христе, я и в завете с Ним, я во Христе на небесах посажен, то есть то, когда я верою, погрузился во Христа, верою, то вот этот момент судьбоносный для меня. И теперь Бог говорит, а теперь пребывай в Нем, то есть а теперь оставайся в Нем. Вот моя точка отчета. Точка отчета. Я погрузился в Него. Я вышел не просто с мокрой головой, не просто в мокрой одежде, я вышел облеченный во Христа. Все вы во Христа крестившиеся. Я крестился в Него, в Господа. А вот теперь, Библия говорит, а теперь тебе нужно пребывать, быть в Нем, братья и сестры. Такой важнейший момент. Быть в Нем, верою. Есть только один путь, пребывание во Христе. Быть в Нем, верою. И вот чтобы нас не встречало, чтобы мы не встретили в нашей жизни, как бы мы ни шли, нас может удержать вера, вера в то, что я во Христе. Вот этот момент. Я хочу сказать, вы знаете, Бог поведет нас своим путем. Каждого из нас, Он будет вести своим путем. Но цель будет одна, братья и сестры. У нас будет только одна цель. чтобы мы успели в нашей жизни преобразиться в образ Христа, в Его образ. Что такое духовный рост? Духовный рост, я скажу вам свои мысли, это не несколько высших духовных семинарий оконченных или служений епископа, пастора, диакона. Духовный рост – это крутость и смирение. Иисус говорит, придите ко Мне и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем. И Бог будет вести путем, преображая человека вот в этот, в Его образ. Знаете, дорогие, вот из опыта немного людей соглашаются на работу Бога в нашей жизни. Немного. потому что все это, наше измененное сердце, оно стоит очень дорого нам. Я хочу прочитать вам послание к евреям. Немножко, несколько стихов прочитаю. Куда ведет нас Бог? Куда мы должны с вами, послушайте, не постараться прийти, а нам необходимо прийти сюда. Мы обязаны сюда прийти. Вот те места, которые я прочитаю, мы обязаны быть там. То есть, нам не остается выбора. Потому что, если мы это не исполним, то мы будем похожи на тех людей, о которых я прочитаю в Писании. То есть, нам оставлен прообраз. Бог дал прообраз покоя. Это была суббота. И в Библии сказано, в нескольких местах мы читаем, что это было знамение. И дал им субботы, знамение мои, чтобы они знали, что я Господь, я Господин, я Хозяин во Вселенной, Бог говорит. Знамение. То есть, знамение это знак, который указывает на что-то. Вот радуга. Это знамение завета, что не будет больше потопа, радуга. Бог дал знамение. То есть, суббота это был так же знак, это знамение, которое указывало на что-то основное, на покой. Вот смотрите, мы оказавшись во Христе, мы оказавшись в Нем, Бог нас поведет вот таким путем. И мы обязаны будем туда прийти. Третья глава, послание к евреям. Посему, как говорит Дух Святой, седьмого стиха и ниже, я выборочно буду читать. И подумать, с четвертой главы. Посему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне. Не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне. где искушали меня отцы ваши и испытывали меня, видели дела мои сорок лет. Поэтому я вознегодовал на он и рот и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. Поэтому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Ибо мы сделали, 14-е, причастниками Христу, если только начатую жизнь, твердо сохраним до конца. Против кого же клялся, что не войдут в покой его, в покой его, как ни против непокорных. И так видим, что они не могли войти за неверие. Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшими. А входим в покой мы уверовавшие. Шестостих. И так как некоторым остается войти в него, братья и сестры, вопрос вам. И так как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы, ваши испытывали меня, видели дела мои сорок лет. Поэтому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Поэтому, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите голос его, скажите, а когда Бог разговаривал к народу израильскому, это о них написано, а это были образы для нас. В Коринфянам 10 главе написано, что это были образы для нас, вот все то, что там происходило, это были образы для нас. Скажите, когда он говорил? Он с Моисеем разговаривал, он разговаривал там на горе, вы знаете, с народом он разговаривал через обстоятельства, которые их окружали. когда он вел их, он с ними разговаривал и они роптали, у них то этого не хватало, то этого не было, то воды нет, то еще что-то, он их вел и эти люди, смотрите, он негодовал, вознегодовал на них 40 лет, он 40 лет пытался достучаться до них, чтобы они успокоились, что он господин, что он хозяин, что если сегодня воды нет, то завтра будет. 40 лет они не научились, они не вошли в покой, а входим в покой, мы уверовавшие, есть одна дорога, мне так приятно, так это редко встречается, когда люди вообще не переживают за свою жизнь, тогда, когда пройдя какой-то кусок христианской жизни, вдруг люди, у них наступает такой период в жизни, когда они начинают верить, что Бог контролирует любую ситуацию, приходит покой, то Бог все усмотрит. Я знаю, одну сестру у нас здесь живет, она уже почти 10 лет в Америке, она говорит, я не могла успокоиться, она переехала, у меня не было покоя, я не могла привыкнуть к этой стране, я все равно терзалась, и это все проходило, проходило, у нее маленькие дети, и она говорит, вот это было время муки какой-то, и потом однажды, я уже дошла до какого-то отчаяния, я уже почти впала в депрессию, у меня какой-то момент наступил, что вдруг, вот как-то что-то произошло в моей жизни, что я вдруг как-то, мне пришло, что Бог во всем, что я не напрасно здесь, что Он допустил меня здесь быть, я вдруг поняла, что Он контролирует всю ситуацию, и в мое естество что-то такое пришло, я не могу объяснить это, но пришло такое, что я вдруг увидела, как красиво все вокруг, я увидела, как все, для меня я вдруг увидела все другими глазами, я вошел в какое-то состояние вот этой тишины, такой мир пришел в мое сердце, я даже как-то страшно, не слишком ли я Бога искушаю, слушай, не слишком я нагло веду себя, что я такая спокойная, вот так спокойно у меня на сердце, я думаю, что со мной происходит, была ситуация такая, я собираюсь, маленькие детки, я собираюсь, и самый маленький бегает, я смотрю, чтобы он никуда не потерялся, потом, вдруг, раз, его нет, я смотрю, его нет, я вышла, нет его, на машину села, начала по райончику ездить, ищу его, его нет, дети там, потом рассказывают, дети, одна постаршая, которая говорит, я бьюсь я по голове, больно, не сплю я, правда нету, нету малыша, плачут они, а я, говорит, еду в машине, и мне это страшно делается, у меня внутри такой покой, я знаю, что все будет хорошо, проезжаю, смотрю, полицейский стоит, с мигалками, ребеночек там, подошли, поговорили, поулыбались, забрала в машину, покой, вы знаете, ни один из нас, братья и сестры, ни один из нас, не минует, работы Божьей в нашей жизни, мы все до единого с вами будем проходить, через несправедливость, через крест, через ситуации, и мы в нашей жизни, у нас будет два варианта, или ожесточиться против Бога, или принять волю Божью, вот я знаю о человеке, он проповедовал, даже в группе прославления пел, и знаете, не исполнились обещания, которые он ждал от Бога, я не знаю почему, но он ожесточился, и укусил на кухне, повесил такой, плакат повесил, он написал, Бога нет, крупными буквами, вот ожесточился человек, вот кто-то ожесточится, а кто-то примет как от Бога, разные ситуации жизни, почему написано такое странное слово, братья и сестры, смотрите как, написано, благодаря всегда и за все, ибо такова у вас воля Божья во Христе, смотрите, во Христе Иисусе, благодаря всегда и за все, вот если бы только за хорошее, тут не надо писать такие послания, за хорошее и так, понятно, что хочется благодарить, хоть мы и неблагодарны, в общем-то, люди, как-то мы, знаете, вот когда мы просим, просим, куча молитв, как получили, мы поблагодарили раз, другой, и все, и забыли, а вот почему написано за все, вот за все, благодарите, ибо такова у вас воля Божья во Христе Иисусе, вы знаете, в нашей жизни нет лекарства, которое изменило бы нас, в хорошую сторону, это только переживание и скорбь, дорогие, вот только там меняется сердце человека, вы помните, вы читали книгу, может быть, Билл Хаймер, я ее не читал, так чуть-чуть, немножко, она называется «Не расточай свои печали», вот не разбрасывайся, потому что самое драгоценное, что есть в этом мире, братья и сестры, это измененное наше сердце, вот мы живя здесь, на этой земле, мы обязаны с вами успеть вынести кроткое, смиренное сердце, вот отсюда, это бывает только тогда, когда Бог допускает переживание, помните, 83-й Псалом там написано, проходя долиною плача, да, проходя долиною плача, то есть это не когда коротко, раз и все прошло, когда далеко, когда долина плача, вот ты идешь по этой долине, они открывают в ней источники, и Бог посылает там свои благословения, они приходят из веры к веру и являются пред Богом на сегодня, вот тогда, когда человек идет, годами где-то, может быть, он идет, он понимает, что он не согрешил, что он не сделал, Господи, я не понимаю, вот как его, Зайосифа читал сегодня брак, не понимаю, почему такое происходит, Бог обещания давал, Бог обетования давал, помните какие, почему это, как барана продали в рабство, оклеветала жена, в тюрьме сидит, почему, Господи, смотрите, не ожесточил сердце своего, вот не ожесточил, не написал на плакате Бога нет, не ожесточил, вот до того момента, когда братья перед ним предстали, прошло больше 20 лет, 22 или 23 года, с того момента, когда отец сделал ему цветную одежду, было 17 лет, в 30 лет он стал наместником фараона, 7 лет голода, изобилия, и потом 2 года голода, и появляются братья, больше 20 лет, приходят братья, и он говорит, братья, это Бог меня послал, это Бог, это не вы меня просто продали, это Бог, хотя он мог растерзать их, одно движение руки достаточно было, вот когда человек проходит, никто не минует, вот из людей, Давид, мы же все эти истории знаем, сколько несправедливости было в его жизни, Моисей там где-то в горах, со скотом по скот, Бог поведет нас, и вот наше измененное сердце, преображенное в образ Христа, Бог поведет нас через страдания и испытания, разные ситуации вы встретили, там мы свои ситуации встречаем, вы свои, я хочу сказать вам, то, что греет в мое сердце, и я, наверное, подойду, может, к концу, знаете, что, мы во Христе заняли какое-то огромное положение перед Богом, это что-то невероятное, во Христе, о Христе сказано, что Бог поставил его превыше всякого имени, имя, это чья-то сущность, превыше всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем, то есть выше Христа, братья и сестры, выше Христа никого сегодня нет, и в будущем веке выше Христа не будет никого, а церковь – это его тело. А мы с вами, в момент нашего крещения, погружения во Христа, Дух Святой использовал нашу веру, Он погрузил нас в тело Христово. Братья и сестры, Иисус, о Христе сказано, что Он есть Бог, и беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, Бог. Писание говорит, что мы составляем Его тело. Я хочу прочитать об одной великой тайне. Бытие из второй главы. И сказал Бог, нехорошо быть человеку одному. Сотворим Ему помощника, соответственного Ему. Соответственного Ему. 20 стих. И нарек Бог именно всем скотам, птицам небесным и так далее. И не нашлось помощника подобного Ему. И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одного из ребер его, и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Когда Бог сотворил весь этот мир, животные, там сказано, из земли, это все было по парам. Адам был сотворен один. И когда Бог навел на него сон, он взял из естества Адама вот эту часть, его одно из ребер. Смотрите, из его естества. То есть, его жены не было. Он не пару сотворил. Он Адама сотворил, а потом из Адама сотворил жену ему. Апостол Павел говорит, он говорит, что мы от кости его и от плоти его тайна сия велика. Павел говорит, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Великая тайна, братья и сестры, что он первородный, старший брат наш, он первородный между многими братьями, что мы от плоти его и от кости его, это какой-то прообраз. Откуда появляются дети старшие, дорогие, оттуда же появляются и младшие. Если о Христе сказано, что он был, да, единородный сын Евангелия Александровна, сущий в недре отчим, то есть, когда-то он был там в недре отчим, он там был в Боге в отце, то где мы были, если мы младшие братья его? Вот какую тайну Павел говорит, что мы от него, мы от кости его, что мы стали, Петр пишет, мы стали причастниками божеского естества, удалившись от Господства в мире растеления похоти. То есть, мы стали частью какой-то, это что-то великое, братья и сестры, то есть, на такую высоту, на которую поднял Бог человека, это что-то великое, непостижимое. Это что-то большое. Ангелы не смеют принимать поклонение человека. Мы читаем в книге Откровение, помните, когда Иоанн попытался поклониться ангелу, он сказал, смотри, не делай этого, я только служу тебе и братьям твоим. Меньший всегда поклоняется большему, благословляется, помните, меньше благословляется большему. И поклонение также, меньше большему поклоняется. А здесь ангелы говорят, смотри, не делай этого. Люди составляют тело самого Господа. Я так понимаю, мое понимание. То это равносильно тому, что, понимаете, если люди во Христе составляют Его тело, братья и сестры, посмотрите, на какую во Христе Бог нас поднял высоту непостижимую. Как высоко вот наше положение во Христе. Помните, написано слово такое, что кто в этой жизни только надеется на Христа, тот несчастье всех человеков. Что если люди рассчитывают только так бы, Господи, помоги мне это, помоги мне вот это приобрести, ну а там как-нибудь до могилки. Слово Божие говорит нам, тот несчастье всех человеков. То есть мы с вами, братья и сестры, мы призваны Богом вот в такое положение. Вот мы призваны вот туда, чтобы мы пришли. Но Его невеста, она будет соответствовать Ему. Она будет кроткая и смиренная. И не все на это согласятся. На это согласятся не все. Вы много встречаете верующих, кротких и смиренных. Не таких, которые, знаете, взирая на величие, мои скромности, не таких, не показных. А вот действительно, людей кротких и смиренных. Те, которые обладают каким-то положением, но это кроткий и смиренный человек. Это всегда обычно будут люди, которые прошли через скорби и согласились с ними. Не просто за наказание, за грехи свои, кого-то злословил и получил. Знаете, у нас в церкви есть одна сестра, Наталья Семеновна, Павелковская фамилия, прямо открытым текстом говорит. Не просто, когда мы жнем что-то в жизни и получаем. Я всегда думал, что это местоописание, помните, каким судом судите, таким осуждаете себя. Я думал, что это происходит, ну вот осудил человека, а Бог тебя потом в вечности спросит на суде, почему ты осуждал. Нет. Осуждая человека, мы выносим приговор в нашу жизнь. Вот если мы судим кого-то, мы осуждаем себя на это же. Когда мы говорим отцу или матери, я никогда не буду поступать, так и поступал. Проведет время. Эти люди, 120 процентов, они поступают так же, точно так же, хотя и даже хуже, хотя знают, что это порог. Почему? Потому что судили. Я никогда не буду это делать. Ты осудил себя. Вот Наталья Семеновна, это из нашей церкви сестра, она бизнесмен. У нее 12-летний сын попадает под напряжение в трансформатор и погиб. Сгорел. В реанимации на второй день он умер. 12 лет, парни, мальчишки. И она из такой закультной семьи, мать у нее, она неверующая тогда была, мать у нее там колдунья, ее там боялась вся Абхазия. И она говорит, когда хоронили его, я говорит, как камень была, я говорит, не плакала. А моя подруга смотрела на меня и сказала, Наташа, потом, после похорон, Наташа, я бы на твоем месте так себя не вела. А я ей сказала, когда будешь на моем месте, тогда и скажешь. Три месяца прошло, эта женщина хоронила своего сына. Вот человек отмерил. Она в нашей церкви, эта сестра. Наталья Семеновна Павелковская. Открытым текстом. Не придумывай откуда-то. Вот есть жизни, когда мы что-то жнем с вами. Неправду, нечистоту, грехи, порнографии насмотрелся, семья разваливается. Есть такие моменты, когда Бог нас наказывает, ведет, когда мы жнем что-то. А есть тогда, когда я иду долиной плача. Я не понимаю, почему это. Я проверяю свою жизнь. Господи, ну почему это происходит? Бог ведет и допускает в моей жизни страдания. Вот тогда мое сердце, братья и сестры, когда я соглашаюсь, оно тогда преображается. И вот из этого огня, тогда я выношу на руках вот эту драгоценность, измененное сердце. Год за годом. Поэтому не расточайте свои печали. Что вы встретили в жизни, один Бог только знает. Но если мы не ожидаем нашего сердца, вот как эти в пустыне, где Бог поклялся, что они не войдут, не познали они путей моих, не поняли они меня, как я действую в жизни человека, христианина. Вот туда ведет нас Бог. А здесь все временно. У нас пастор есть, второй пастор, Машалка Виктор, год назад, ему через вену вводили, вот когда сужение сосудов, вставляют, как он называется, такую сеточку, она расширяет сосуд. И он говорит, у меня начали эту работу, и вдруг какой-то сбой получился. Сбой получился, и клопаны закрылись, и у меня сердце остановилось. Это год назад, и все. И я выхожу из тела, я вижу, как мечутся врачи, я вижу, как что-то они делают. Я говорю, я вот так вот смотрю, вижу. Он говорит, мы лично беседуем с ним. Он говорит, знаешь, вот такое ощущение, что ты домой пришел, не передать. Вот такое ощущение, наполни, такой любви, такой радости вокруг. Я с кем-то беседовал, но я не могу вспомнить, с кем я беседовал, и о чем. Я никак не могу. Но я помню это переживание, внутреннего такого, вот этого радости какой-то. Когда идешь, у тебя такое ощущение, что все, что в тебя окружает, оно тебя прям подталкивает, вот любовью. Вот такое переживание, и мне нужно возвращаться. Я движу себя, я понимаю, что мне нужно вернуться, я не хочу, я упираюсь. Мять доктор ладонью по животу, хлоп, дыши. Я вздохну. А он мне говорит, врач говорит, с днем рождения, вы были в клинической смерти. Он говорит, я не боюсь, все прошло, все нормально, сейчас. Он говорит, я не боюсь смерти. Я абсолютно не боюсь смерти. Это так легко, это тело может и корчится там в конвульсиях. А ты говорит, раз, и все, ты дома, ты там, где ты откуда пришел. То есть, тот, куда мы пришли, чтобы пройти через эту землю скорбей и унести с этой земли любящее сердце Христа, измененное. Вот наша цель, братья и сестры. Вот если мы не успели, мы опоздали. Поэтому Бог допускает в нашей жизни несправедливость. Поэтому нам нужно прощать. Бог допускает переживания в нашей жизни. Бог разрешает этому быть. Разрешает. Потому что невеста его, она будет соответственна ему. Мы два места в Писании прочитали. Сотворим помощника соответствующего. Она не будет буйная, гордая, несмиренная. Она будет кроткая и смиренная. Не просто показуха. Это будет кроткое и смиренное сердце. Переплавленное в скорбях. Поэтому Бог говорит, что многими скорбями надлежит вам войти в Царство Небесное. Поэтому, братья и сестры, Бог вас да благословит, чтобы нам обняться в небе. Не просто отходить 40 лет в церковь, а потом непонятно вообще диагноз написали, я заметался, не знаю, что мне делать. Пусть у нас будет желание. Пусть на моей могиле напишут. Для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Пусть нас Бог благословит. Вот иметь этот мир в сердце. Мы во Христе, братья и сестры. Пребывать в Нем. Быть в Нем. Давайте помолимся. Отец наш и Бог наш, мы во имя Иисуса Христа предстоим пред Тобой, приходим к Тебе через нашего Господа, первосвященника, посредника. Я очень благодарю Тебя с моими братьями и сестрами за Твою премудрость, за Твою щедрость, за Твою милость, которую Ты подарил нам во Христе. Господи, Ты полюбил этот мир, что дал Сына Своего. Прежде создание мира еще, Господь, как Ангза, который Господь был приготовлен. Еще прежде, когда не было миров, я Тебя благодарю, Господь, что я, мои братья и сестры вошли в эти планы. Так много людей в этом мире, в нашей стране, которые не знают о Христе, которые не знают о Боге. Господи, так много в лжеучениях, так много в разных религиях, так много в том, что не Христос. Господи, но Ты так сделал, что мы стоим пред Тобой как христиане. Господи, какое счастье знать истину, которую мы читаем в Библии. Я благодарю Тебя, что Ты дал мне родиться в семье христиан. Я благодарю Тебя за все пути, которые Ты провел меня. Я благодарю Тебя за моих дорогих братьев и сестер, которые в этом вечере стоят пред Тобою. Господи, пусть мы будем все благословенны. Пусть мы все будем с измененными сердцами, преображенными в Твой кроткий, смиренный образ. Пусть мы все будем пребывать во Христе, чтобы, когда Ты явишься, иметь нам дерзновение и не постыдиться, когда Ты придешь. Благослови нас, Господь, Твоим благословением нас, наши семьи, чтобы мы все были спасенными, чтобы мы все были, и Господь в небесах. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 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 Продолжение следует...